Всем привет! Вы на канале Древняя Гянжа. Друзья, я попробую немного изменить формат роликов на канале и по мере возможности буду выкладывать в видео по большей мере свое личное мнение, а не мнение экспертов. Если хотите поддержать мои начинания и мой авторский блог, ставьте лайки и, что еще более важно, досматривайте ролик до конца. Благодаря великой победе над армянским оккупантом и освобождением своих земель от оккупации, азербайджанцы могут гордиться своей страной, своей нацией. Сегодня быть азербайджанцем модно, сегодня быть азербайджанцем это большая честь. Граждане независимого Азербайджана год назад показали, что готовы идти на смерть ради своей родины. Год назад закончилась 44-дневная отечественная война. Азербайджан вернул оккупированные земли и раз и навсегда покончил с армянским сепаратизмом на своей территории. Многие здравомыслящие армяне отдают себе в этом отчет. Многие, кроме непримиримых военных преступников и идеологов Мияцума, которым уже нечего терять, а также наивных патриотов, которых первые тащат за собой в пропасть. О каком реванше вообще может идти речь? Армяне не смогли ничего сделать против армии Азербайджана не смогут сделать и сейчас. Да и никогда вообще не смогут победить Азербайджан. Для их победы нет никаких предпосылок. Я вообще не вижу, за счет чего армяне собираются побеждать Азербайджан. Может за счет современного оружия и техники? Так откуда у них может появиться современное оружие и техника? Кто им продаст современное оружие? Кто? Может Макрон? Может Путин? Или может быть Байден? А у армян что? Разве есть деньги для покупки оружия для современной войны? Нет. Может быть мне скажут, что им продадут оружие в кредит? Так по-моему Армения еще за предыдущее оружие не рассчиталась с Российской Федерацией. Какой банк вам выдаст кредит, если у вас плохая репутация по кредитам в других банках? По тому же принципу работает и геополитика, друзья. Чем Армения собирается рассчитываться за вооружение? Может натурой? Территориями? Что с них взять? Ну вы скажете, может быть Армении просто подарят оружие для восстановления якобы баланса сил в регионе? Да нет, друзья, такой вариант также маловероятен. Или вернее будет сказать невероятен. Какой стране захочется дарить оружие армянам? Они ведь при первых боестолкновениях бросят это оружие и технику на поле боя. И это оружие окажется в руках азербайджанских вооруженных сил. Зачем этим армянским реваншистам поднимать шум? Выпендриваться? На что они надеются? Может быть они проверяют наш настрой? Так это уже было. Граждане независимого Азербайджана год назад показали, что готовы идти на смерть ради своей родины. А те горе-вояки свернули в момент, когда тысячи их солдат стали бежать из Карабаха, бросая оружие и технику. Сегодня эти непримиримые армянские болтуны-неудачники пытаются вновь сыграть в ту же самую игру, в которую год назад они уже проиграли. А что собственно изменилось за это время? Вы стали сильнее? Отважней? Вы может быть модернизировали свою армию? Единственное, что у вас стало получаться намного лучше, в чем у вас стал заметен прогресс, так это стрелять из-за спины российских миротворцев по азербайджанским военнослужащим, которые, замечу, охраняют свою, свою землю от вас и вам подобных. Градус ненависти армян к Азербайджану зашкаливает и складывается впечатление, что они готовы азербайджанцев попросту загрызть. Вот давайте рассудим, что остается делать армянам, то есть что они будут предпринимать против Азербайджана в ближайшее время. Однозначно, что на реванш они не осмелятся пойти, чтобы там они не заявляли и как бы не угрожали. По моему мнению, Еревану остается лишь один путь, это спровоцировать Азербайджан на конфликт с другим государством. И по моему мнению, неважно даже с каким. Они настраивали против Азербайджана Францию, пытаясь добиться ввода французских миротворческих сил в регион. Они всячески пытались стравить Азербайджан с УДКБ, наивно полагая, что освобождение Азербайджаном Карабаха будет расценено, как агрессия против самой Армении. Армяне, вы же прекрасно знаете, что часть стран УДКБ являются дружественными и братскими странами Азербайджану. Армянская диаспора в Соединенных Штатах Америки всеми силами старалась испортить имидж Азербайджана в Сенате США. И какие же результаты? В Оклахоме 28 мая отметили Национальный день Азербайджана. Губернатор штата Оклахома Рябинштид подписал декларацию по случаю 101-й годовщины Азербайджанской демократической республики, 100-летие дипломатической службы Азербайджана, 25-летие сотрудничества Азербайджана с НАТО и 16-летнего партнерства между Азербайджаном и Оклахомой. В американском городе Урвайн штат Калифорния 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана. В Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе сообщили, что соответствующую декларацию подписала мэр города Кристина Шеа. В декларации говорится, что азербайджанцы и американцы вместе продолжают вносить неоценимый вклад в социальную и экономическую жизнь страны. Крепкий Азербайджан, американские семейные узы, общественная поддержка и богатое культурное наследие укрепляют и содействуют развитию Соединенных Штатов Америки. А в столице Миссисипи также объявлен Национальный день Азербайджана. Мэр столицы и крупнейшего города штата Миссисипи Джексона Чуквейантар Лумумба подписал декларацию в связи со столетием Азербайджанской демократической республики. Мэр столицы штата Миссисипи призвал жителей города вместе с миллионами азербайджанцев мира отметить столетие Азербайджанской демократической республики. Вот так вот, друзья. Ереван всеми силами пытался добиться давления на Баку со стороны Москвы. И мы знаем, что в России армяне имеют колоссальное влияние и колоссальные возможности давить на Баку. И справедливости ради нужно сказать, что кое-каких результатов им все же удалось добиться. Тот же ввод миротворческого контингента это маленький успех армянского лобби, который сумел остановить кровавую бойню и полный разгром армянских вооруженных сил. Но даже через Российскую Федерацию армяне не смогли добиться каких-нибудь значимых успехов. Но что тут поделаешь, если сам президент России Владимир Путин признает Карабах азербайджанской землей? И вот напоследок это Иран. Наверное, армянские стратеги посчитали, что страна, которая имеет множество врагов вокруг и при этом еще и находящаяся под санкциями, захочет новых неприятностей со стороны соседнего Азербайджана. Посмотрим, друзья, как будут разворачиваться события дальше. Что там еще придумают горе-стратеги из Еревана?